Я очень рада представить нашего сегодняшнего докладчика, это Михаил Юрьевич Князев, аффилированный Михаил Юрьевич с разнообразными, равнопрекрасными лингвистическими учреждениями. Это и Институт лингвистических исследований РАН, расположенный в прекрасном месте Санкт-Петербурга, это и новое отделение, уже не очень новое, Высшей школы экономики Санкт-Петербург. И мне особенно приятно, что Михаил Юрьевич сотрудничает и с московскими лингвистами, и является участником нашей экспериментальной команды, и в этом статусе аффилирован и с МГУ имени Михаила Васильевича Ломоносов. Ну, надо сказать, что я вообще с большим удовольствием и каким-то внутренним ощущением правильности происходящего слежу за научным развитием и научной биографией. Миша Михаил Юрьевич закончил Санкт-Петербургский университет, учился в аспирантуре, а затем обучался в аспирантуре в университете Утрихта, и там защитил замечательную, очень глубокую, очень полезную для синтаксистов диссертацию, которая называется Licensing Causal Complement, a Case of Russian Stalk Loses. И вот надо сказать, что неоднократно к этой диссертации мы обращаемся, потому что с русскими штоклаузами связано огромное количество загадок. И вот я считаю, что это очень важный шаг на пути поиска решений. Но не только русский язык в научной биографии Николая Юрьевича присутствует, он занимается полевыми исследованиями самых разных языков народов Российской Федерации. Есть работы и по калмыцкому языку, и по башкирскому языку, и по чувашскому языку, недавние замечательные статьи, которые мы тоже публиковали в частности. И сегодня все-таки речь пойдет про русский язык, и это вот та самая интереснейшая тема про русские финишные завидуемые клаузы, где мы иногда обнаруживаем указательный элемент, типа то, а иногда не обнаруживаем, от чего это зависит, как это распределено в корпусе, как это распределено результатами экспериментальных исследований. Вот об этом мы сегодня послушаем. Надо сказать, что на прошлой конференции, когда Николай Юрьевич приступал к представлению новых данных в этой области, сразу стало понятно, что нам не хватает времени. Это был обычный секционный доклад, и мы сразу поняли, что нет, нам нужно больше времени, чтобы в это вникнуть. Тема вызывает живейший интерес, и хочется узнать больше. Сегодня, я надеюсь, мы узнаем больше. Так, Михаил Юрьевич Князев. Предаточные 100 и без 100 в свете экспериментальных и корпусных данных. Я с вами успею это рассказать, хотя уже не очень. Да, большое спасибо за приглашение, мне очень приятно. Вот, значит, я действительно начну с эмпирической проблемы, очень простой, какова дистрибуция октантных, аргументных, то, что клалось в русском языке, которое вы видите в примерах 1. Ну и поскольку у нас конференция все-таки по типологии морфосинтоксических параметров, возникает вопрос, как бы какова релевантность вообще этой проблемы. Я здесь кратко скажу два слова, что, в принципе, для типологии синтенциальных октантов традиционная проблема – это как соотносится семантика синтенциального октанта и его размер, и классическая работа здесь, Гевон, предлагались разные подходы, в частности, вот импликативная иерархия, которая описывает связь между семантикой и размером другими свойствами клауза. И недавно эти идеи стали интегрироваться в генеративную типологию. Многие слышали «Implicational Complementation Hierarchy» в работах в Урнбрандт. И я с интересом очень слежу за этими работами, которые как-то пытаются объединить генеративный подход, картографию и вот эти традиционные идеи из типологии, импликативной иерархии. Но что интересно, что вот в рамках этих подходов очень редко рассматриваются, ну или не рассматриваются, синтенциальные октанты размером больше, чем традиционные CP. Ну то есть то, что мы называем номинализованной клаузой, то, о чем я поговорю, а также как, какова, какие семантические, прагматические факторы стоят за их реализацией. Вот, надо сказать, что эта тема не была не рассмотрена в синтаксисе, она изучалась, но вот начиная с классической работы кипарских, и интересно, что недавно она стала изучаться в рамках формальной семантики, там привлекаются материалы разных языков. Вот, но некоторая проблема этих подходов, на мой взгляд, или ограничение, это то, что в основном эти подходы постулируют очень жесткую связь между семантикой и синтексом. То есть они исходят из некой корреспонденции. И так повелось, мне кажется, с самого начала. И отсюда в литературе есть некоторое такое вот back and forth, то есть одни предлагают какую-то корреляцию, другие находят контрпримеры и так далее. И как будто бы нету, и как будто бы чего-то не хватает. И мне кажется, вот не хватает какого-то более попытки пересмотреть эту жесткую связь и, может быть, что-то более такое импликативное предложить здесь. Вот, и я что-то хочу в таком направлении сделать. Вот, то есть предложить более нюансированное описание того, как соотносятся вот эти номинализованные то, что Клаус в русском языке, и какая за этим, как соотносится с семантикой. Вот, если мы посмотрим на исследование то, что Клаус в литературе, то первым можно обратить внимание на, как бы первое, что приходит в голову, это то, что эти Клаусы зависят от морфосинтаксических параметров, а именно от падежа и синтаксической позиции Клаузы. И вот в литературе по синтаксису действительно, как правило, мы видим, что возможность выразить то, при что Клаузе обусловлена позицией. Вот как я здесь привожу в таблицу, это таблица примерно из диссертации Хартмана, и я в своей диссертации тоже более-менее опирался на этот подход, но немножко в видоизмененном форме. Давайте посмотрим на некоторые примеры. Обычно считается, что в предклагольной позиции то обязательно, также то обязательно, естественно, в позиции с выраженного предлога, в позиции косвенного дополнения то, как в примере 4, опционально. И что особенно интересно здесь, это вот в акузативной позиции, а также в позиции посглагольного номинатива то недопустимо, ну или по крайней мере избегается. Вот такие факты, такие обобщения приводятся. Я считаю, что они достаточно хорошие, но все-таки можно, мне кажется, их улучшить. И проблема, которая здесь… Да, значит, ну давайте перед тем, как я рассмотрю проблемы, я примерно вкратце расскажу, как, собственно, Хартман описывает эти факты. Идея здесь в том, что то – это DP-оболочка, которая находится поверх CP, и эта DP-оболочка вставляется, чтобы удовлетворить требования морфосинтаксического контекста. Например, в контексте подлежащего нам нужно DP, мы для этого вставляем там то. В контексте также идея, что предлог и косвенные позиции косвенного падежа также требуют этой DP-оболочки по каким-то причинам. Вот. А в остальных позициях, включая позицию акузатива, нету специального требования, поэтому в силу last resort вот этого то нет. Невозможно. Такая общая идея. Вот. Какая же проблема этого подхода? И первая проблема, которую вот я уже там писал в диссертации, но также в других работах она тоже обсуждается – это вариативность в акузативной позиции. То есть разные глаголы по-разному допускают или не допускают акузатив. И сегодня мы как раз услышали в докладе об этом, про допускать и думать. И вот здесь есть некоторая систематическая корреляция между тем, что называется пресупозициональные предикаты, и непресупозициональные. Это термин из работы Кастера, который очень популярна в этой литературе. И пресупозициональные глаголы – это, с одной стороны, традиционные фактивные глаголы, но, с другой стороны, это также глаголы, так называемые response tense, глаголы реакции, это сомневаться, отрицать и так далее. И обобщение здесь заключается в том, что пресупозициональные глаголы для них в акузативной позиции то, что значительно лучше, чем для непресупозициональных. Можно здесь видеть примеры. В корпусе их довольно не очень много, но они встречаются в не единичном количестве. Особенно понравился пример 9B. Представители компании Mattel отрицают то, что с появлением этой куклы девочки захотят чаще есть гамбургеры. И такого рода примеры мы можем легко найти. Если мы заменим здесь отрицать на говорить, говоря то, что, то этот пример будет, естественно, субстандартный и, возможно, он в лучшем случае при наличии фокуса. То есть представители компании Mattel говорят то, что и так далее. И вот этот контраст между пресупозициональными и непресупозициональными глаголами мы решили проверить, был проверен в небольшом эксперименте, который уже опубликован в журнале Russian Linguistics с моей студенткой. И дизайн был очень простой. Мы предложили людям оценить примеры как в 11 с шестью пресупозициональными глаголами, доказать, опровергнуть, осознать и так далее. И в качестве контраста были выбраны непресупозициональные глаголы и воображать, полагать и так далее, которые, предположительно, не допускают. То, что эксперимент был на оценку, мы опросили довольно много людей. И результаты, которые мы получили, следующие. У нас оказалось, что для непресупозиционального класса вот эти воображать, полагать, был явный контраст между что и то, что, а при этом в пресупозициональной группе носители вообще, носители тоже был небольшой численный контраст, однако сравнения показали, что там он был незначим. Если мы посмотрим график по глаголам, на верхней панели у нас непресупозициональные глаголы, на нижней панели пресупозициональные. Красные столбики – это то, что мы видим, что то, что везде выше вот этой средней линии для пресупозициональных глаголов, а для непресупозициональных оно везде ниже. Единственная проблема была с глаголом воображать, для которого носителям не нравились оба варианта. Таким образом, этот эксперимент показывает, что действительно то, что допустимо при пресупозициональных глаголах, вопреки морфосинтаксическому подходу Хартмана, который говорит, что там запрещено то, что позиция аккузатива. И заметим, что здесь нельзя сказать, что люди допускают то, что в принципе, потому что мы видим, что с непресупональными глаголами людям не нравилась эта конструкция. То есть там не было в целом такого паттерна, что то, что возможно везде, как у некоторых носителей. Есть еще некоторые другие проблемы. Во-первых, в позиции постглагольного номинатива похожая ситуация, там тоже то, что возможно, и очень много примеров можно найти. И тоже как будто бы влияет пресупозициональность. То есть как будто бы говорилось то, что здесь тоже невозможно, но мы это не проверяли в эксперименте. Но самое интересное, и о чем я больше хочу поговорить далее, это позиция косвенного дополнения. И заметим, что в рамках морфосинтаксического подхода там основная идея, что если есть предлог, то обязательно. Если есть признак косвенного падежа, то обязательно. Но при этом, естественно, мы видим факультативность. То есть он радуется тому, тому может быть легко опущено. Чтобы объяснить вот этот факт, эти подходы должны предполагать, что выражение самого пи, пи-пи при глаголах типа «жаловаться» или выражение падежа опционально. Само выражение вот этого маркера падежа опционально, а то, что уже обязательно при наличии этого. Но здесь есть проблема в таком случае, на выбор предложенной группы, например, «прижаловаться», уже не влияет, собственно, преспозициональность. То есть эта теория не объясняет, от чего зависит выбор пи-пи, от чего зависит выбор стипи или пи-пи. То есть от наличия пи-пи зависит выбор то, но от чего зависит выбор то, что не очень понятно. И здесь тоже можно показать, это мы сделали в следующем эксперименте, что преспозициональность также, оказывается, влияет на выбор вот в этой позиции тоже. Этот эксперимент был в той же статье, он был на порождении. И здесь людям предлагали предложение, как в 16, им нужно было закончить предложение, которые находились под картинкой. Вот такую симпатичную картинку моя соавторша сделала. Мой рассказ опубликовали в местной газете. Дальше была Лена гордится, и носители должны были просто закончить предложение. Они, естественно, не знали, как это нужно сделать. И мы при анализе данных выбрали ответы, где было либо гордиться тем, что, либо гордиться что. И здесь мы тоже проверяли по 6 глаголов, преспозициональных и непреспозициональных, которые можно видеть. И давайте перейдем к результатам эксперимента. Эксперимент показал, что в непреспозициональной группе было явное предпочтение конструкции со что, только 18% то, что в преспозициональной группе глаголы типа гордиться. Мы видим, что почти оба варианта были очень близки по приемлемости. Если мы посмотрим на данные по глаголам, это всегда очень важно. Мы видим, что достаточно последовательно преспозициональные глаголы показывали более низкое предпочтение, более высокое предпочтение то, что было очень интересно одно исключение, это глагол «сожалеть», у которого было то, что чуть меньше, 27% чуть ниже, чем у остальных глаголов. Но в целом мы видим здесь паттерн. И промежуточный вывод, что морфосинтаксический подход не учитывает влияние преспозициональности на выбор то, что как в позиции акузатива, так и в позиции косвенного дополнения. И хотелось бы найти такой подход, который бы это учитывал. И в качестве такого подхода можно предложить то, что я назову прагматический подход или подход с точки зрения информационной структуры. И на самом деле такой подход был предложен в литературе. И я назову вариант от формы, дальше будет понятно, почему. Он был предложен в работе Ирины Михайловны Кобозевой, которая мне уже попала после того, как я опубликовал диссертацию. И действие подхода состоит в том, что то, что клаузы все очень просто, они просто маркируют статус, когнитивный, информационный статус синтенсуального октанда, как done, то есть given. И вот я здесь показываю цитату, и под этим понимается то, что эти клаузы либо непосредственно предупомянуты в контексте, либо они имплицированы, либо они принадлежат к общему фонду знаний. И Кобозева приводит два аргумента в пользу этого подхода. Первый аргумент такой, что у нас есть глаголы, которые совсем не допускают то, что и эти глаголы предположительно всегда вводят новую информацию, это глаголы типа решить, считать, показаться. Но самый интересный аргумент касается контекста данности. Если мы посмотрим на глаголы, которые допускают контекст и данного, и нового, и Кобозева здесь рассматривает глаголы типа узнать, и мне кажется, таким образом ведут себя глаголы типа понимать и так далее, то очень интересно, конструкция 100 допустима только в контексте данного. Например, мы не можем больше скрывать от Пети тайны его рождения, он узнал то, что его настоящий отец N, это возможно, и заметим, что здесь 100 факультативно. В контексте нового, из-за чего Петя поссорился со своим отцом, он узнал, что его настоящий отец N здесь, то недопустимо. И здесь надо отметить, что в примере данных, в данном 19, там есть особо простодические свойства, а именно диактентуация комплимента. И, соответственно, этот подход предсказывает допустимость то, что в контексте аккузативных глаголов, в этом плане он лучше морфосфинтаксического подхода, но очевидным образом эти глаголы допускают контексты данного, это пресупозициональные глаголы. И, в принципе, этот подход также может объяснить результат нашего эксперимента, контраст пресупозициональных глаголов типа «гордиться» и «надеяться». Почему? Потому что, если пресупозициональные глаголы, можно предположить, что пресупозициональные глаголы чаще встречаются в контекстах данности, и поэтому, соответственно, мы будем ожидать там чаще то, что такая идея. Вот. Но есть некоторые проблемы этого подхода тоже. Во-первых, не предсказывает обязательность то, что в позиции подлежащего, и Кобазево не рассматривает такие контексты. И заметим, что если это маркер данности, то непонятно, почему по Кобазевой то это всегда факультативный маркер. Поэтому обязательность то мы не можем объяснить в рамках этого подхода. Более интересная проблема в том, что при есть глаголы, типа, не пресупозициональные, типа, говорить или предполагать, и почему-то вот при этих глаголах то невозможно, даже если они ставятся в контекст данности. Например, тренер опять говорит, что мне неплохо похудеть, идти в контекст данности, тренер ранее это говорил, и мы ожидаем, что будет то возможно в рамках этого подхода к Кобазево, но тем не менее то невозможно, то есть здесь есть какие-то дополнительные факторы. Но более интересная, еще более интересная проблема следующая. Мне кажется, что подход слишком сильный, и то, что клаузы не всегда выражают данные. То есть можно найти примеры, особенно если мы посмотрим на вот эту позицию предлога. Такие примеры, конечно, не так легко найти, потому что нужно быть уверенным, что здесь нет данности, но вот я зачитаю пример 25, какой-то медиаэксперт полагает, что повсеместное видеонаблюдение должно появиться и на всех розничных рынках Москвы, помимо ярмарок выходного дня. И дальше идет пример, при этом он уверен в том, что доступ к кадрам должны иметь не только чиновники, но и все горожане. Здесь очевидно, что вот эта пропозиция является новым. Она ранее не упоминалась, это видно и с притом, например, при этом. И здесь то, что возможно, я вот не знаю, согласны ли вы с этими данными, но вот мне кажется, что это противоречит сильной версии подхода к обозе. И, конечно, можно сказать, что в контексте предлога или косвенного дополнения там снимается требование данности, это особые контексты, и надо сказать, что Кобозева рассматривает только контексты данности при аккузативных глаголах. Можно сказать, что там нет никакой данности в принципе в этом контексте, но тогда возникает проблема, тогда непонятно, как объяснить результаты этого эксперимента, потому что, помните, мы смотрели там «Гордиться и надеяться», и там есть контраст. Если мы говорим, что данности никакой нет в позиции предлога и косвенной позиции, то непонятно, чем мы теряем объяснение вот этой тенденции. И мне кажется, это более общая часть, это следствие некой концептуальной проблемы, что в подходе к обозевой мы отправляемся от формы. То есть мы говорим, что то, что означает данное, но при этом мы ничего не говорим про саму данность. То есть данность может выражаться и то, что, и просто что. И в результате у нас получается опосредованное влияние данности из-за того, что новое не может выражаться то, что. Новое выражается только что, а данное может выражаться и так, и сяк. И мы опосредованно получаем влияние данности. Но смотрите, если мы уберем, если убрать вот это допущение, отказаться от этого сильного допущения, что если то, что то данное, тогда просто обобщение пропадет всякое, потому что и данные новые будут допустимы с обеими конструкциями. И мне кажется, что это некая проблема и она связана с тем, что этот подход слишком жесткий. И что я хочу предложить, это вариант от смысла, это идея, что нужно начать с нужно исходить из того, как в языке сама данность маркируется. То есть мы хотим что-то сказать, что-то вроде того, что данность должна быть как-то маркирована в синтаксисе каким-то способом. И мы уже видели и то, что является одним из способов маркирования, но необязательным способом отсюда факультативность. И еще один способ маркирования данности, возможно, более важный и вообще обязательный, это диактенсуация. Это на самом деле уже было видно из этих примеров. И в литературе эта мысль встречается довольно повсеместно. Вот, что но она почему-то встречается в основном как бы не в связи с то, что больше в связи с проблемой приспозициональности и данности, что мы ее обычно маркируем с помощью диактенсуации или фокуса на предвлекатель. Вот, ну и некий более формальный вариант этой идеи, в котором я пока не уверен, заключает в том, что у нас данность должна как-то в синтаксе быть обозначена с помощью признака given. И этот признак, во-первых, дает диактенсуацию и он может быть выражен либо на cp, либо на dp. В таком случае d с признаком given озвучивается как то. Вот, но при этом чтобы подход не получал, чтобы не было той же проблемы, что и к обозевой, мы не хотим считать, что то это вот строго маркер данности. Скорее, я бы хотел считать, что то это скорее маркер определенности, то есть выражает признак, по крайней мере, в качестве основного значения, что ли, вот то определенность, и уже данность является импликатурой определенности. То есть иначе говоря, нам нужно каким-то образом не делать этого неправильного предсказания, что если у нас то, то всегда данность. Вместо этого предсказания, что если у нас то, то у нас определенность, которая, ну или там, допустим, уникальность, какое-то другое противопоставление, которое часто, но не всегда имплицирует данность, чтобы объяснить вот эти примеры типа 27. и здесь я опираюсь на вот не очень, кажется, популярные в литературе по семантике идеи про английский определенный артикль, вот, в работе Эббот, где говорится, что определенный артикль, вопреки диссертации Хайм, а также, например, подходу Кастнера, который на Хайм опирается, и работ Крейги Роберт, английский определенный артикль не выражает familiarity, а выражает на самом деле просто definiteness, вот, но при этом действительно многие примеры выражают данность, вот как, например, да, но при этом у нас есть примеры типа, 28, извините, примеры типа контекста, где у нас новая информация, где ДТ выражает новую информацию, и я примерно хочу то же самое сказать про ТО. Вот, и при таком подходе, то есть, где у нас есть признак данности, и он может выражаться с помощью ТО факультативно, и мы предсказываем, что синтенциальные октанты со статусом данного будут выражаться не всегда, но чаще с помощью ТО, чем контекста нового. Вот, при этом данность не является необходимым, недостаточным условием. То есть, это именно фактор выражения то, что. Вот, и эта гипотеза при условии, что если мы сравним, да, ну, я сейчас перейду к дизайну, будет понятно, при прочих равных условиях, да, естественно, мы должны сравнивать ситуацию, где контексты отличаются только данностью, но не другими факторами, которые тоже могут потенциально увеличивать то, что. Вот, мы уже видели, вот эта гипотеза, которая здесь, синим, дана, она может объяснить нам, ну, как и подход к кобозевые факты порождения, которые мы видели, вот, но некоторая проблема этого эксперимента в том, что у нас там, естественно, были разные глаголы в разных группах, мы не можем отмести возможность, что это какие-то различия, это какое-то другое различие между лексием, да, например, не данность, не пресупозициональность лексиема, какой-то другой параметр, поэтому здесь важно зафиксировать глагол и протестировать эффект данности с одними и теми же глаголами, как делает кобозева, вот, но на вот материале вот глаголов типа надеяться, про которые она ничего не говорит, ну, или не приводит примеры, и это мы сделали как раз вот в двух исследованиях, про которые я попытаюсь быстро рассказать, значит, здесь идея была в первом эксперименте мы манипулировали, в первом эксперименте мы сравнивали контекст с отрицанием и без, исходя из того, что при отрицании будет синтенциальный октан будет скорее интерпретироваться как данный. Такая мысль выражалась в литературе, в частности, вот, в работе Анны Залезняк и вот в недавнем эксперименте Каплан и Дьярф и мы, соответственно, ожидали, что если эта гипотеза верна и если гипотеза наша о данности верна, то при отрицании будет чаще выбираться то, что. В этом эксперименте мы посмотрели на шесть глаголов надеяться, рассчитывать, жаловаться, настаивать, признаться и жалеть. С каждым было по два предложения и носители должны были выбрать вариант со что или с то что, который им кажется более естественным. Результаты можно видеть здесь. Вот мы видим, что при отрицании то, что выбиралось 74%, а при утверждении то, что было выбиралось меньше и этот контраст был значим. Если мы посмотрим на примеры по глаголу, то мы видим, что 5 из 6 глаголов и вот один из глаголов, только один глагол, а именно жалеть, не показал эффекта. Мы здесь видим везде, что второй красный столбик выше первого. Таким образом, можно сказать, что гипотеза о влиянии данности на выбор того, что подтвердилось при контроле глагола, мы здесь глаголы были одни и те же. Также интересно заметить, что в нулевом контексте при утверждении носителей довольно часто выбирали то, что 58%, и это несовместимо с идеей Кобазевой, где утверждается, что это то, что выражает данность. Потому что мы хотим считать, что по умолчанию нулевой контекст это контекст новизны с этими глаголами. Может быть, кроме глагола жалеть, но с другими далее, но в этом эксперименте все равно данность проверялась не непосредственно, а путем отрицания. Там была вспомогательная гипотеза. Естественно, было также проверить, непосредственно поместить вот эти варьирующиеся примеры в контекст новизны данности. что мы сделали. И в этом эксперименте носителям предлагалось этот эксперимент был на sentence completion. Носителям были предложены такие фрагменты типа 32, но он также надеялся, это не приведет к конфликту. Им нужно было заполнить пробел какими-то служебными словами. здесь мы при результатах отбирали только что или то, что. Надо сказать, что всего 5% ответов не соответствовали в экспонентальном условиях, то есть люди действительно поняли, что мы от них хотели. Здесь мы проверяли 8 глаголов и немножко здесь другие были глаголы, одна группа была, которая допускала варьирование что и о том, что. И это глаголы также допускали акузатив. здесь было по 2 тоже предложения, по 2 пары контекстов с каждым глаголом. Я здесь покажу быстренько эти контексты. По завещанию художницы оказалось, что она пролала отдать все работы в Эрмитаж, даже который находится в Третьяковской галерее. Были комментарии представителей Эрмитажа, Денинг беседовал со мной. Был обрадован этой новостью и контекст данного это, ведь он давно надеялся на то, что картины художницы из Третьяковской галереи придут в Эрмитаж в контекст данного, в контекст нового, но он также надеялся, что это не приведет к конфликтам между музеями. Здесь мы создали новый контекст. И что получилось? Во-первых, интересно отметить, что в обоих типах контекстов, и это не две панели, а нужно смотреть you и given, везде было предпочтение что, но при этом предпочтение то, что было выше в контексте given для обоих классов глаголов, и глаголы не различаются между собой. Вот это интересно, что объявил, что объявил о том, что и надеется, что надеется на то, что разницы не было. Люди везде чаще выбирали, хотя всего лишь 40 или 38%, но все-таки это была значимая разница. Здесь 7 из 8 глаголов, и 14 из 16 пар контекстов показали эффект. Это очень надежный результат, на наш взгляд, который непосредственно подтверждает гипотезу о том, что данность контекста действительно влияет на выбор то, что. Но при этом обратите внимание, опять же, гипотеза Кобозева, что в контексте новизны то, что невозможно, плохо совместимо с этими данными, потому что носители здесь выбирали порядка 20% то, что в новом контексте. Вот. Сколько там времени еще есть? Давайте я расскажу. Ну, видимо, есть. Значит, отлично, значит, я все успею рассказать. Дальше, вот самое последнее, это еще не опубликованное исследование, но я делал небольшой доклад про это. Была идея провести корпус на исследование и манипулировать, тоже выбрать контексты данности и новизны. И здесь была интересная проблема, как понять, какие контексты данности, а какие контексты новизны, ну, не считая каждый пример отдельно. Нужна была какая-то более-менее автоматическая манипуляция. И, ну, я не буду рассказывать, что одна часть этого исследования была с отрицанием, это понятная манипуляция, вот другая часть более интересная. Мы исходили из вспомогательной гипотезы, что если матричный предикат с интенсиальным октантом находится в сфере действия триггера пресуппозиции, то его синтенсиальный октант имеет статус данного. Я на самом деле уже показывал похожий пример, он опять, тренер опять говорит, да, что мне надо похудеть. вот, и, соответственно, вот мы отобрали, да, соответственно, вот здесь приводится другой пример, давайте я вначале покажу, значит, мы отобрали такие, в качестве таких триггеров, по-прежнему уже не тоже все еще продолжать, и некоторые другие, здесь я показываю, сколько было с ними примеров, и, значит, идея эксперимента была в том, чтобы собрать вот эти примеры с этими триггерами и глаголом, после которого идет либо что, либо то, что, да, а дальше сравнить это с бейзлайнами для вот этих глаголов, которые встречались в этих контекстах. У нас было 14 предикатов, которые довольно много раз встречались в этих контекстах, то есть начиная от 35 раз, видите, чаще всего встречался глагол надеяться, ну и сами триггеры тоже встречались неравное количество раз. И всего в пресуппозициональном подкорпусе у нас было 2500 глаголов, и корпус бейзлайнов был повыше. Вот, и мы из бейзлайнов просто собирали все вхождения данных глаголов, ну не все вхождения, там тысячи, например, или меньше, где было либо что, либо то, что, и мы оттуда убрали контексты отрицания и вот те самые пресупозициональные контексты, чтобы был некий контраст посильнее, потому что если бы мы не убрали, то там понятно было бы, на самом деле мы убрали порядка, всего лишь порядка 9% пресупозициональных и отрицательных контекстов было, вот, мы, конечно, не можем исключать, что там возможно есть какое-то количество пресупозициональных контекстов, да, но это даже лучше, потому что это усиливает тест гипотезы, вот, значит, и что выяснилось в результате оказалось, что вот с этими триггерами то, что встречалось 23% раз по сравнению с бейслайнами, где было всего лишь 12% раз, это очень значимое различие, и здесь мы считали это, естественно, не целиком, да, мы считали в модель был включен эффект глагола, то есть учитывалась вариативность по глаголу, мы действительно видим, что если мы посмотрим на наши 14 глаголов, то из них 12 показали значимое увеличение то, процентов то, что в контексте с триггерами, кроме глагола жалеть и жаловаться, вот у них был почему-то обратный эффект, вот, про данные, про отрицания я не буду в этот раз рассказывать, там более сложные данные, вот, таким образом корпусные данные тоже подтвердают гипотезу о влиянии данности, и мы опять же видим, что то, что встречалось в нейтральных контекстах, хотя здесь это не так драматично, потому что мы не можем исключить, что там были контексты данности, которые туда попали, мы не хотели, была идея взять просто самые простые контексты, типа, X существительное или местоимение надеется, там, что или то, что, вот, но тогда они бы содержали более простые структуры, и, возможно, из-за этого как бы не было бы, различались бы от техноголов. Вот, да, и надо сказать, что вот этого подхода все равно о влиянии данности недостаточно, здесь те же проблемы, что и у Кобузева, потому что мы, здесь нужно добавить дополнительные ограничения, и, знаете, я, наверное, может быть, пропущу их, сколько времени? И мы здесь должны также учитывать фактор Аккузатива, потому что Аккузатив влияет, помимо, мы не можем просто все объяснить презуппозициональностью, например, как объяснить тот самый факт Кобузевой, что узнать как будто бы запрещает то, что в контексте нового, да, в отличие от уверен, при уверен контекст нового то возможно, а в Аккузативном контексте узнал невозможно, только в контексте данных. Такая проблема есть. И здесь я вот это пропущу, момент, не вторая проблема, я уже говорил, почему приговорить невозможно то, что независимо от данности. Здесь как будто бы влияет уже фактор лексического класса глагола, потому что вот почему узнал то, что в контексте данности возможно, а говорит то, что в контексте данности невозможно. вот, и общая идея, здесь я какой-то похожий слайд показывал в прошлом году, здесь можно предложить, что есть три мягких констраинта, что то, что не любят Аккузативные контексты, мы уже говорили, что то, что не любят контексты новизны, ну, собственно говоря, я говорил, что то возможно в контексте новизны, но здесь есть дополнительный констраинт, что он не любит контексты новизны, а также отдельно не любят контексты не при суппозициональном глаголу. Это должен быть отдельный констрейнт. Если мы все это объединим, то мы тем самым можем вывести вот эти запреты, то, что в контекстах данного с глаголами типа «говорить», потому что здесь нарушается ограничение не при суппозициональном глаголе «пассива», но также контекста нового при суппозициональном глаголах типа «узнать» из контекста данного, потому что нарушается здесь клад глагола. Или я перепутал. В общем, да, в контекстах нового, потому что нарушается вот этот запрет. Это то, что нужно добавить к этому, чтобы все факты объяснялись. Ну и позиции подлежащего. Здесь идея сказать, что диактенциация не может маркировать предглагольный контекст, и поэтому то, что является единственным маркером данности. Вот эта идея, которую я пока не проверял, но вот такая здесь интуиция. Вот. И, соответственно, привычный вывод, что то, что действительно маркирует данность, вот, ну, нужно добавить вот эти дополнительные ограничения. Но возникает интересная альтернатива. Что, если данность всегда маркируется с помощью того, что, возможно, там есть и диактенциация, и то, что. И то, что. Но только это то, что абстрактно и не произносится. То есть что, если там нулевое DIP? Если мы как-то решим проблему с вот этими контекстами косвенного дополнения или предложенной группы, будем считать, что там как-то падеж вот этого нулевого DIP удовлетворяется, да, многие люди не готовы с этим смиряться, но если мы примем, что это возможно, то почему бы нам из соображений простоты не выбрать такую гипотезу, что у нас всегда есть DIP-оболочка. Это очень красивая теория, почему так не сказать. Вот. И здесь я хочу рассмотреть интересные предсказания этого подхода. Основное предсказание, что эта DIP-оболочка должна вызывать островной эффект, ну или какой-то слабо островной эффект. И именно такая идея приводится в работе Кастнера, который, собственно, вот эту идею предлагает, что всегда предстоит на глаголе должно быть всегда D, нулевой или выраженной. И здесь две версии этой гипотезы. Вот сама идея Кастнера, что это слабо остров, то есть блокирует, например, вынос не всего, а, например, только адъюнктов. И идея, что D блокирует вынос всего. Значит, у нас было два эксперимента. Я вначале проверял сильную гипотезу, где был аргументный вынос. И здесь вот были такие примеры. Кому Лена надеется на то, что поможет с квартирой, кому Лена надеется, что поможет с квартирой, здесь предполагалось, что это глагол не при сопоизоляциональной выносе, что должен был быть возможен, а при гипотезе, при DP-оболочке вынос из что при сопоизоляциональном глаголе должен быть невозможен полностью совпадать с выносом то, что при вот этом допущении, что это сильный остров. И это предсказание гипотезы. В эксперименте у нас было четыре глагола одной группы и глагола другой группы. И эксперимент, как мы видим здесь, показал следующее. Мы не видим никакой разницы между... Этот эксперимент был дан на вынос вопросительный. Нет, не было разницы между двумя классами на глаголах. При этом мы видели, что в обоих случаях что оценивалось лучше. Чем то, что... И это совместимо... Да, здесь, например, глаголы тоже не сильно различались между собой. Это скорее совместимо с идеей, что все, что клауза, являются слабыми островами и поэтому не очень любят вынос, как часто говорится про... Но при этом нет свидетельств в пользу вот этого нулевого D у присопоизоляционного глагола, потому что тогда, да, у нас не было бы возможен выноса, что хотя бы немножко. Вот. А он был немножко возможен. Значит, похожей... Дальше была репликация этого эксперимента с относительным выносом. И относительный вынос здесь важен, потому что... Ну, известно, что относительный вынос чуть лучше. Действительно, эти примеры как будто бы более естественны. Возможно, их проще оценивать, потому что они не требуют контекста. Вот. Здесь были, соответственно, примеры типа акций, которые он был уверен в том, что будут активно покупать, неожиданно рухнули. Акции, которые он был уверен, что будут активно покупать, неожиданно рухнули. Здесь мы ожидали контраст, что то будет блокировать сильно вынос. Спасибо. И в случае с Гордиться, книга, которой он гордился тем, что написал Старстерский с Нобелевским лауреатом, книга, которой он гордился, что написал Старстерский с Нобелевским лауреатом, у примера будет одинаково невозможен. Потому что при Гордиться будет нулевой Ди. Ну и, соответственно, да, я забыл сказать, что в этих экспериментах также были, естественно, просто бейслайны не вопросительные, чтобы понять, а насколько вообще люди любят что и то, что в обычных предложениях. Ну и это неинтересно в данном контексте, потому что нигде никаких разниц не было. Все это было как бы потолок. В общем, здесь немножко другие глаголы оценивали люди, тоже по четыре глагола, и с глаголом было по одному предложению. Значит, результаты были довольно похожи на вопросительный вынос, с небольшим отличием, что здесь у нас как будто бы есть, было некое численное количество, как и ожидается, при непресупозициональном классе, типа, надеяться, контраст был чуть выше между выносами, между конструкциями. То есть людям не так не нравилось что, как в случае, в предпринимательских контекстах две конструкции не очень различались. Но это различие было незначимо, когда мы провели взаимодействие трех факторов. Было взаимодействие только наличие выноса и типа конструкции, но не класса глагола. Класс глагола не взаимодействовал. Но здесь интересно, что если посмотреть на конкретные глаголы, то мы видим, что ожидаемый паттерн есть для всех непресупозициональных глаголов, паттерн взаимодействия, а для пресупозициональных глаголов взаимодействия как будто бы было только для глагола «жалеть». Для остальных трех не было взаимодействия. Но вот оказалось, что наличие этого одного глагола как-то, в общем, не дало общий результат. Но интересно, что «жалеть» — это как раз мы обычно думаем про «жалеть» как прототипический пресупозициональный глагол. Поэтому то, что именно он вел себя как «надеется», немного странно. То есть просто так отмести этот факт сложно. Однако известно, что «жалеть» имеет также употребления информативные. Например, «we regret that» и так далее. И, может быть, если такие употребления при что возникают, то, может быть, можно объяснить как раз повышение, что вот этим. И, может быть, этот результат косвенно подтверждает на самом деле эту гипотезу. Может быть. Но интереснее, конечно, посмотреть на вынос от «дюнкта». это самый последний эксперимент, который нигде я не представлял, потому что действительно информативно и проверяет гипотезу, что DP создает слабый остров. То есть нулевой D создает слабый остров. То есть мы ожидаем контраст только при выносе от «дюнкта». Здесь тоже были вопросительные предложения. И я здесь помог пользователям «талоки», потому что эксперимент был там. Я указал им ответ. И проконтролировал, чтобы этот ответ не интерпретировался как… чтобы вопрос не интерпретировался как локальный. То есть когда он надеется, что они пришлют ответ через неделю. Здесь нельзя это понять, когда он надеется. Вот. Ну, соответственно, дизайн был очень похожий. Вопросы были где и когда. В 8 было по 4 предиката. Надеяться, уверенно намекать, настаивать и жалеть, рад, гордиться и удивлен при суппозициональном классе. И было также по 2 предложения на каждый глагол. Я хотел, чтобы было больше примеров правильных и результат был понадежнее. Что же получилось? Спасибо большое. Оказалось, что… результат оказался такой, что носители различали… Здесь я даю уже в абсолютной шкале. Они различали пример с бейзлайном и пример… Только примеры с бейзлайном и примеры с выносом. Вынос был существенно хуже. И это не зависело от типа конструкции ни для одного, ни для другого класса. Вот. При этом надо сказать, что вот в качестве бейзлайнов были примеры с выносами из штоба, дистантные выносы из штоба. И носители этот вынос оценивали на 5. То есть, эти носители… Там был вынос адъюнкта. То есть, когда он хочет, чтобы ты пришел, эти примеры абсолютно хорошо оценивали. Ну, и разве что чуть ниже. При этом интересный был эффект получен, что глаголы пресуппозициональные… Выносы из пресуппозициональных глаголов были в целом хуже, чем выносы из непресуппозициональных, независимо от того, что… То есть, это тоже не взаимодействовало с типом конструкции. Мы совершенно противоположный результат получили, не тот, который ожидали. Это немножко здесь плохо видно, но вот за счет этой зеленой… Здесь падение было сильнее в целом. Это плохо видно. Это было посчитано на модели для порядковых данных, которая представляется более надежным такой анализ. И получается, что мы видим, что, опять же, эти данные скорее совместимы с идеей, что низкая приемлемость выносов из что, одъюнктового выноса полная, скажем так, полная неприемлемость выноса из что, и отсутствие различий с то, что скорее совместимы, что это слабый остров. Помним, что слабые острова блокируют выносы полностью. Одъюнктные. Соответственно, мы ожидаем, что между что и то, что не будет разницы, потому что это, по сути, категоричная неприемлемость. А тот факт, что приспроцессиональные глаголы в целом меньше любили вынос, скорее намекает на семантическое объяснение, которое в разных работах предлагается. Чисто семантические подходы к именно проблеме одъюнктового выноса из фактивного острова. Возможно, ухудшает, независимо от этих идей, что что это слабый остров, вот как это предлагает Бейлин, это могло бы объяснить результаты. И анализ с нулевым D не объясняет понижение, почему одъюнктный вынос плох принадеется, когда он надеется, что ты придешь, почему это невозможно. В этом анализе этот пример должен быть возможен. И, естественно, невозможно никак объяснить, почему приспроцессиональные глаголы в целом хуже, независимо от конструкции. Потому что наличие там D никак ничего не ухудшает. Что там уже есть то, мы дополнительно ничего не можем ухудшить с помощью нулевого D. Таким образом, нет следствия в пользу нулевого D. Может быть, D есть вообще везде. И в той, и в другой группе. Такая идея. Но это немножко другой подход. Это не идея, что данность маркируется с помощью D. Это идея, что с национальных данных маркируется с помощью D. Вот. Ну, значит, я опущу проблему с этим экспериментом. Может быть, там носители не очень все-таки поняли, чего я от них хотел. Вот. Ну и давайте завершим. Значит, данность все-таки является фактором выбора то, что клаус, как свойство контекста. Но при этом связь носит не абсолютный характер. То есть это факультативный маркер и взаимодействует с лексическими, может быть, инотоксическими, простатическими факторами, которые нужно дальше изучать. И мне кажется, вот такая картина, где с одной стороны это фактор, который кажется естественным с точки зрения типологии, но с другой стороны, что нету полной корреспонденции, это лучше вписывается в типологическую картину и как бы приглашает к дальнейшим исследованиям других языков. Вот как там этот фактор влияет и так далее. Спасибо. Спасибо большое. Естественно. Да, я думаю, да, не сомневаюсь. Антон Владимирович, потом пойдем туда. Блестящий доклад и блестящий он организован. Один вопрос и короткая справка. Вопрос такой. Един ли русский язык и его носители в плане употребления штопы и то-штопы аргументов? Нет ли здесь разных диалектов, грамматики и возрастного развлечения? Я, например, отношусь к тем носителям русского языка, которые спокойно употребляют чистые штопы аргументы в контекстах, что Кунигунда делает плохие доклады, меня давно не удивляет. То есть я не нуждаюсь ни в каком кто для того, чтобы в позиции, при позиции установить. Возможно, это черты пожилых людей, тем, кому за 30 или 40 лет. Возможно и нет. Это хотелось бы проверить. Справка состоит в том, что вообще-то проблематика не совсем нова. Она всплыла в 90-е годы в связи с подготовкой активного словаря Апрессиана и были разные работы. Янко, Анна Зелезняк, Кустова и сам Апрессиан писал, почему фактивный глагол, тогда термин «препозициональный», «преспозициональный» мало употреблялся, вообще с чем-то не сочетается. Вот у Татьяны Евгеньевны Янко в работе 2000 года были примеры на то, что знание неконтрастивно. Смешно сказать, «Я знаю не что П, а что Ку». У меня есть не «что нужно Кате, а что нужно Мише». Знание, вывод то, что знание и обладание в нормальной ситуации неконтрастно способны. Отсюда естественный шаг был бы признать, что вот то, если действительно варианты 100 нормальные, являются выражением контраста. Но этот вывод, уважаемая отсутствующая здесь коллега Ирина Михайловна Кобальцева в 2013 году не сделала. Она приклеила ярлык «данные». Совершенно очевидно, что примеры… Ну, как бы вы в открытой двери ломитесь. Я знаю то, что П – это новое. То есть здесь как бы вот очевидно, что формулировка для всех случаев не проходит. Может быть, то, что вы говорите про определенность, оно в ином смысле связано с тем, что… с контрастноспособностью. То есть это вот как раз потенциальная способность контраста. То есть совершенно верный подход Кобальцевой, но это моя точка зрения и не обязательно ваша, но я понял, что ваша тоже близка. В том, что есть прагматический фактор, просто может быть категория не та. Да. А, спасибо. Да, я начну с… На самом деле, в работе Кобальцева говорится, что то может выражать контраст тоже в самом конце. Вот это наблюдение не ее, это было, по-моему, уже в грамматике 80, в статье шведовой сказано и в других работах. Да, действительно, ну вот в этих случаях там всегда есть очень четкое процедическое маркирование. И мне вот в каких-то работах рецензенты указывали, что вот почему вы не эту интерпретацию не как бы контролировали. Ну вот наличие фокуса, наличие вот этого контрастного фокуса на синтезальном актенте, оно делает это то всегда обязательным. И… Да, что касается вот этой конструкции «со что», то я смотрел по корпусу и там зависит от глагола, если что выражает внешний аргумент, как доказывать, там, объяснять, подтверждать, то очень сильное предпочтение. 99% будет то, что для конструкции типа удивля… для каузатора при вот этих subject experience, извините, object experience verbs, там есть тенденция, то есть где-то 70% примеров по корпусу, там будет то, что… Но что возможно? Таких примеров много, там не какая-то проблема, как это от топикальной интерпретации, как отличить это, подлежащие на самом деле или топик. Позиции топика я смотрел, там тоже предпочтение более слабое, тоже где-то 60-70% уже в аккуративных топиках. Например, что там пам-пам-пам, я не доказываю, это не доказывает. там есть везде предпочтение то, что… И для надеяться, например, на то, что он придет, уже никто не надеялся, тут предпочтение еще более сильное. По поводу возраста, ну… Ну, вот на Толоке, конечно, там я не знаю, какой возраст, даже, к сожалению, не смотрел, да. Обычно эти… Это со студентами все эксперименты сделаны, но там есть, конечно, носители, которые… Вот у нас был контроль в экспериментах, мы фильтровали людей, которые допускают, допускали то, что, или то, что в контексте сказал то, что, или доказал о том, что они были… Они, эти были везде в филерах экспериментальных, и люди, которые так говорили… На самом деле, у нас были эксперименты не на порождение, а чаще, а на выбор, поэтому… Но мы их все равно убирали. Вот. Так что, такие люди есть, да, это нужно как-то отдельно их исследовать. Спасибо, Даниэль. Да, спасибо, очень интересный доклад. Есть пара вопросов. Первый вопрос, наверное, следующий, про неактрестацию структуры возможных с преспозициональными глаголами, в том, что как-то, ну, насколько я понял, линию рассуждения в последних экспериментах, она такова, что когда у нас нету выраженного там условно то, то в такой ситуации у нас такая all or nothing ситуация, мы либо говорим, что действительно всегда это нулевое д, или всегда его нет. Вопрос в следующем. Нельзя ли рассматривать вариант, где бывает то так, то так, например, в ситуации того, что там условно Бондаренко пишет про то, что в зависимости от наблюдаемой структуры будет разная немного аргументная структура, которая при этом возможно с многим рядом глаголов будет приводить к примерно одинаковой семантике, и, соответственно, вопрос, был ли в экспериментальных данных известнейший глагол объяснять, вот, и в целом, и в целом вот то, что вы наблюдали про жалеть и его употребление как глагола речи похоже на это. Да, можно отвечать? Да, большое спасибо. Я как раз хотел провести эксперимент с объяснять, но, честно говоря, мне вообще очень трудно получить эту интерпретацию, вот, типа, объяснил, она объяснила, что хлеба нет, вот, ну, по крайней мере, там нужно, чем она объяснила, то есть, там проблема, что уже должен быть вопрос, да, чем она, как она объяснила, что хлеба нет, такие там примеры, вот, то есть, там эту фактивность глагола очень трудно вызвать, и, чтобы проверить, блокируется ли вынос, я так понимаю, логику ее. Вот, если я правильно понял вопрос, может быть, конечно, вот, то, что я называю пресупозитальным классом, у этих глаголов две, на самом деле, есть две структуры, да, и, допустим, одна структура, как бы, где есть данность или еще какой-то параметр, и где есть нулевая идея, и другая, где нету нулевого идея, да, я все равно считаю, что есть экспериментальное предсказание, если считать, что при глаголах типа надеется меньше вероятность этих двух структур, ну, то есть, соотношение этих структур будет другое, ну, то есть, мы ожидаем, что при глаголах типа, не знаю, гордиться, чаще будет структура с данностью, то мы все равно ожидаем контраст, но, конечно, хорошо бы как-то проконтролировать это, может быть, эти глаголы нужно дополнительно помещать в какой-то контекст данности, может быть, или, например, помещать все глаголы в нулевой контекст, и тогда было бы чище, если я правильно понимаю логику, потому что у меня тоже есть здесь, как бы, ну, опосредованная идея, что глагол должен глагол связан с, глагол делать более вероятной данность, но на самом деле Кастнер исходит из того, что данность – это лексический параметр при глаголе, вот, и в коем смысле это больше проверяет вот эту гипотезу Кастнеров, можно так сказать, что именно класс глаголов типа там, гордиться, да, или жалеть, при нем всегда есть нулевой D, потому что это, допустим, предрасположенность глагола, как-то так, вот, такую гипотезу скорее, если я на тебя просто ответил. Можно быстренький, Анатолий Маклевич? Да. Да, очень близкий вопрос, потому что нет случаев каких-либо тенденций, вот, когда постглагольная зависимая клауза, в которой не выражается то, есть ли какие-нибудь тенденции относительно соположности тогда, что клаузы и глаголы? Я не очень понимаю, то есть, что они... Можно ли разбить, насколько разбивается кластер из глагола и что клауза... А, странно именно то, что... Или нет, сейчас... Странно. Ну, вот я не знаю, правда, чем разбивать в целом глаголе, естественно. Я не знаю, я смотрел только локальные контексты, вообще я очень мало смотрел именно позглагольную позицию и экспериментальные... Может быть, связано с соображениями про там нулевое выражение и подобные вещи? Да, да. Нет, вот про вот этот контекст конкретно я очень мало могу сказать, интересно. Да, спасибо. Надежда была следующая. У нас тут огромный осень, так что вот извините, в том порядке, в каком поднимались руки. У меня вот такой вопрос, похожий, наверное, на первый. А нельзя ли взглянуть на эту проблему в хронологическом аспекте, потому что есть такое ощущение, что помимо синтаксических и коммуникативных факторов происходит какой-то сдвиг, который мы наблюдаем прямо в процессе и, возможно, ну, моим таки наивным ощущением то, что стало расширять свою дистрибуцию сравнительно недавно, возможно, вот этот вот сдвиг и унификация и мешает нам как-то четко установить те факторы, которые влияют на употребление то, что или что. И несколько это напоминает вот эту еще проблему смены модели управления у глаголов речи и мысли. Вот можно услышать, как некоторые люди говорят, например, понимать о том, что. Довольно близко, наверное, может быть проблема. Вот тоже, как будто бы мы наблюдаем прямо вот какое-то выравнивание модели управления для глаголов и семантики. Да, спасибо на вопрос. Я могу здесь про последнее сказать интересную вещь. Мы вот в эксперименте, про который я говорил, мы на самом деле сравнивали примеры, где было то, что вот это нестандартное, и примеры с о том, что... Давайте я их покажу. Я надеюсь, я их найду здесь. Да, это немножко не тот эксперимент, но это те глаголы, которые мы... И можно заметить, что здесь специально были в неприсупрессиональном классе подобраны глаголы, которые... Или нет, извините, это не тот эксперимент. Да. Так, я очень надеюсь, что я его найду быстро. Да, вот в этом эксперименте, да, воображать, полагать, это все глаголы, которые не допускают. То, что мы здесь увидели, что люди о том, что оценивают гораздо хуже. То есть, в целом, оценивали о том, что воображает, полагает о том, что решил о том, что как неграмматичные филеры, а конструкции типа решил то, что считал то, что оценивались где-то примерно на троечку, как мы здесь видим. И это были, естественно, одни и те же люди. И я предполагаю, что это немного два разных процесса. Возможно, вот это вот то, что молодежное, да, оно именно молодежное, а о том, что это конструкция, которая уже давно была, там уже с 60-х годов, они писали в дескриптивных грамматиках, и никакого тренда нет, мне кажется. То есть, она не увеличивается, не растет. А конструкция 100, что действительно, она становится, чаще употребляется. и я здесь предполагаю, что, может быть, диахронически это можно описать так, что вот этот constraint против, что система выравнивается таким образом, что вот этот constraint против позиции аккузатива постепенно ослабляется или исчезает. Вот. И уже как-то вот в дальнейшем возникают очень странные употребления, типа, она надеется то, то, что я удивился то, что где уже вообще непонятно, как оно. То есть, про говорить, там еще, там есть модель управления, да, потенциально возможно то, что, а в случаях, типа, надеется то, что там уже как бы происходит какая-то совсем замена, что на то, что это какой-то другой случай, возможно, это какое-то более позднее, еще более позднее разбитие. Вот. Ну, я бы так думал, что вот этот constraint, он почему-то есть, да, вот он уходит, потому что он создает асимметрию в системе, да, в косвенной позиции у нас мы гораздо меньше ограничений, а в аккуративной позиции у нас как бы есть эти ограничения, они снимаются, и тем самым получается более полная конкуренция, что и то, что как бы. И дальше уже оно распространяется на все остальное. Как-то так. Но это, я не знаю, как проверить, я не проверял. Буквально один вопрос, вот, Алексей Андреевич. Коллеги, остальные вопросы, видимо, в личной беседе, потому что мы уже на 10 минут подержали даже. Тогда очень короткий в продолжении вопрос Антона Владимировича, и может быть даже в фокусировку вопроса Антона Владимировича. А есть экспериментальные данные о том, что вообще говоря, предлагольные подлежащие без 100 какие-то плохие. Так что, ну, потому что вот эти два вопросика, по-моему, нехороши не только Антону Владимировичу, но и мне. Вот. Мне как-то тоже совершенно нормально. Да, спасибо за вопрос. Действительно, вот, например, в диссертации Степанова говорится, что такие примеры вообще полностью возможны. Но, вот, я, можно сказать, независимо от Хартмана тоже, вот у него там данные вопросики, я независимо от него тоже. Это, видимо, данные Люды Николаевой, я помню. Вот. Ну, у меня нет экспериментальных данных про это. У меня есть, и Хомицевич тоже в диссертации ставят там звездочку. И такой же контраст в польском предлагают. То есть, он как бы, ну, вероятно, может быть, но мне кажется, он действительно не такой жесткий. И там, опять же, вот, зависит от глагола. И вот нужно контролировать, может быть, там проблема с вот этим. Мне кажется, что вот hanging topic interpretation нужно каким-то образом. Ну, известно, что у нас топики бывают разные. Есть given topic, контрастик, топик, вот этот подвешенный топик, и может быть, какие-то из этих, какие-то типы топикальности как-то лучше сочетаются. То есть, нужно более глубоко смотреть на эту, на информационную структуру. И поэтому интересно, что глаголы типа доказывать, они показывают гораздо более сильный эффект. Это может быть связано с тем, что для них как бы ну, неважно, топики они или нет. Если ограничение касается внешнего аргумента, ну, то есть, если ты внешний аргумент, то обязательно. Это примерно, что хочет сказать Дондаренко в своей диссертации. Если ограничение именно такое, то мы в принципе ожидаем, что то можно будет опустить в других позициях, где можно это интерпретировать как внутренний аргумент, передвинутый в позицию какого-то из топиков. Но это немного противоречит моей идее, что предглагольная позиция не может акцентуироваться как-то. Мы не можем... Но с другой стороны, мы можем сказать, что эти топики не являются данным. То есть, нужно различить, одни топики являются данным, другие не являются данным. И вот топики, которые не данные, они могут остаться без того, если они не являются внешним аргументом. Это еще один фактор, я вот про него не говорил. И, может быть, как-то это можно в красивом эксперименте проверить. Потому что корпусные данные, они, конечно, все сваливают в одну кучу. И то, что там есть какая-то корреляция, это вот не совсем вся работа проделана для глубокого понимания. Я надеюсь, что я как-то ответил. Да, коллеги, к сожалению, я вижу, что вопросов очень много. Обед тоже нужен. Огромное спасибо, Николай Юрьевич, большое спасибо.